И всем привет! С вами, как всегда, я Типузик. На связи Николай Белик, очень опасный, с УЗИшкой, которую я купил вне кадра, друзья. Вот, посмотрите, просто какая имбища. Сколько у меня патрон? 500 патрон. И, ребята, сегодня мы будем убивать Михаила Фаустина, этого, как бы, неадеквата, да, из-за которого мы ввязались в проблемы. Сейчас нам всё объяснит Дмитрий. Я уже забыл, что там по проблемам у нас. Да, блин, они копили как куча проблем, друзья. Объяснять их всех, это... Жизни не хватит. Так, мастер Молотова. Вот, ни хера себе погодка. Черно-белый фильтр наложили. Для драматичности, друзья. Дмитрий, привет. Садись. Так. Что у нас за проблема? А ты как думаешь? Михаил. Мистер Фаустин. Так. Какой модный. У тебя есть выбор. Убить своего лучшего друга или умереть. Что бы ты сделал? А другого выхода нет? Теперь нет. Особенно после того, как ты убил сына Петровича. У тебя семьи нет. Ты можешь бежать. Куда бы ты ни отправился, тебя всё равно смогут найти, если очень сильно этого захотят. А сейчас они жажут крови. Но вас с Михаилом много всего связывает. Это точно. Я убил мальчишку. Они хотят убить и меня. Нет. Я сказал им, что ты наёмный убийца. А они ответили, что если ты человек, который убьёт Михаила, тебя не тронут. Да. Вот значит как. Да, выходит, что так. Скоро он выйдет из дома и направится в клуб. Сделать то, что должен. Знаешь, я одно усвоил точно. Мы должны соблюдать правила игры. Мы можем играть в игру вне кобелик. Но мы не можем изменять её правила. Увидимся. Да, друзья. Тут стоит вопрос жизни и смерти. Потому что если мы не убьём мистера Фаустена, Михаила Фаустена, то тогда нам тоже не задавровать. Потому что киллеры будут нас преследовать только так. Его люди... Блин, а что с погодой? У меня карта, видеокарта отпала. Всё. А, нет, вроде не отпала. Да ладно, я шучу, друзья. Ой, друзья. Ну, конечно, мы на него не так долго поработали. Но мне будет жалко его жену и его дочь Михаила Фаустена. Потому что жена его, реально... Очень приятная женщина. Так. Это я подъехал? У меня другая машина. Или это просто джип какой-то остановился? Вот он. Михаил Фаустен. Чё ты там? Нико, у тебя нет права на ошибку. Михаил Опасен. Я оставил тебе броню за углом клуба. Она тебе поможет. Твой друг Дмитрий. Да не друг ты мне. Понимаешь? Я же знаю, что ты предатель. Ну ладно. Вот броня. Странно, что я никто не подобрал. Капец, у меня просто 200 хп можно считать. Так. И похер, типа, то, что я просто вот так прошел. Ника. Ника Белик. Зачем я тебя осуществлю? Ладно. Вы с Дмитрием решили занять мое место, да? Дело совсем не в этом. Ты сам во всем виноват. Ты позволил себе зайти слишком далеко. Если бы не я, ты бы уже был мертв. Собственно, когда ты убил Влада, Дмитрий так и собирался поступить. Дмитрий. Мой брат. То есть Дмитрий хотел меня убить, да? Видишь? Эта татуировка означает, что мы с ним братья на века. Охеренно я вижу за этим челом, конечно. А он взял и предал меня. Ты не оставил ему выбора. Нужно было быть спокойней. Никому. Даже Дмитрию не позволял успокаивать меня. Думаешь, Дмитрий выжил бы в тюрьме без меня? Да если бы не я, он бы был петухом. Его бы тарабанили вся тюрьма. Ой. Я еще не умер. Есть еще преданные люди? Охрана! Капец. Пошел нахер. Кто? Я же тебя убил, блин. Парни, вы мне здесь нужны. Ах, вы с... Ублюдки. Побежали. Сюда же, да? О, господи. Ты девушку убил просто так. Урод. Да что ты говоришь? Охерить, у меня хп малочка. Казнивый умер. Слишком добр я был. Слишком добр. Я перегрел на груди змей и теперь лишился всего. Я дал им все, они поставили мне ни с чем. Ой-ой-ой. Вторая казнь. Да. Херовая ситуация. Сохраняемся. Да, друзья. Ну все. В следующий раз Дмитрий мне позвонит, чтобы встретиться. На самом деле он будет крысой, которая захочет меня убить. Э. Охеренно. Ну, Санек, ну ты красавчик. Взял, пропустил звонок. Нельзя заново позвонить. Да. Где нахер? Ладно, там ничего такого не было. Просто, типа, Нико ему сказал то, что... Фаусина больше нет. Я так думаю, и все. Эх. Ну, после такого, ребят, надо пойти к придурку Брюси. Повыполнять на этого дебила задание. Капец, тут погодка, конечно, нелетная. Ну, ребят, Фаусина больше нет. Работать мне пока что особо так не некого. Теперь я, получается, не должен Фаусину, но... У нас теперь всю игру будет битва с Дмитрием. Ну и также не забываем, что мы ищем цель, которая придала весь отряд на корабле. Ника. Которая убила всех, кроме него. И еще одного чела. Поэтому, да. Так, можешь позвонить Дмитрию сами, чтобы... Давайте. Мои деньги у тебя? У меня! Стренишься на складе в центре брокера в Мохане. Приходи один. А. Russian Revolution. А, уже это миссия? Хорошо. Так, сейчас мы должны позвонить. Да. Здорово, чувак. Слыхал, ты серьезно насолил русским? Да нет, тут только один стал возникать. Собственно, он уже в могиле. Я собираюсь встретиться с Дмитрием. Йоу, Ника, ты все-таки посторожнее, что ли? Я-то знаю, что ты крутой, но эти парни фирменные, паскуды. Я не боюсь. Йоу. Что не видят глаза, почусь в сердце, я с тобой. Куда идти? Склад на Мохане. Знаю такое. Я тебя прикрою. Найдите малыша, стрекай. Выскок. Да, друзья, есть такие миссии в GTA 4, которые запускаются сразу же. И сейчас меня предост Дмитрий уже так быстро, блин. Ужас. Просто ужас. Мы сейчас увидим Булгарию на первый раз. Нет, почему первый? По-моему, первый, да. Перево второй. Неважно. Эх. Да, игра уже превращается в какую-то драму. Если GTA San Andreas это боевик, то GTA 4 это драма. Ужас, какие езжи. Это просто на этой машине невозможно ездить. Это какой-то дом на колесах. Полудом, полувраг. Опа, опа, ни хера себе нормально зашел. Так, аккуратненько. Вот он, наш Растаманчик. Смотри, Лоба, понял? Я Синьпи, не переживай, малыш. Я пригвожу за тобой. Так. Эй, Ника. Рад, что тебе удалось со всем разобраться. Да уж. Деньги привез? Разумеется. Я просто еще раз хотел сказать тебе, как же мы с моими боссами благодарны тебе за то, что ты сделал. Хорошо. Да. А еще кое-что я хотел уточнить. Да валяй. Ты ведь не кобелик, правильно? А что? И ты работал на Средиземском побережье, тайно переправлял людей, не понимаю, о чем ты, но ты налажал. И остался должен куча бабла. Ты общись у моего хорошего друга. Вот он, бля, Булгарин. Приветенько. Привет. Мистер Булгарин. Дружище. Где же наши деньги? Не знаю, я у тебя ничего не крал. Правда? Нас взяли на расстояние от берега, мне пришлось грести изо всех сил, чтобы выжить. Я не знаю, что произошло, я сам чуть не утонул. У меня сердце кровью отбивает. Я сделал все, что мог, я не облажался. Убери его. Ух, нихера. Так. Так, друзья. Начинается игра и открывать трансмерки, бля. Называется. Так. Найс. Аккуратненько, блин, капец, их тут много, крысы. Дмитрий, я рано или поздно доберусь до тебя. Давай, Раста, мальчик. Нормально так тут. Туварь, выйди оттуда. Тихо. Полетел. Отлично. Почти керя найдем. Давай. Ника. Красава. 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 Так. Аккуратненько идем, друзья. Опа, убегают, убегают, скотины. Все, побежали, чувак. Или еще нет. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Так. Все вроде. Побежали, чувак. Садись. Все, поехали отсюда нахер. Взял так, чтобы полиция перестала вас искать без проблем. Поехали поинтспрай. Капец, друзья. Слушай, там сзади вообще жесть. Вавилон едет колотить. А я, блядь, чем занимаюсь? Тоже нам поднасрал. В чем-то дело. Я не знаю, вообще. Мне сейчас вообще не до этого. Я пытаюсь отправиться, оторваться с равенкопом. Это реально пацан, Ник. Так, пинтспрай по пути у нас, друзья. Мы уже, в принципе, от этих оторвались. Хвоста за мной нет, но мы еще в кругу. В принципе, могу и не заезжать по спре, но, почему бы и нет. Давайте. Отлично. Йо, чувак. Теперь каждый стряхнул вавилонского чувака. Давай назад кафе, надо клачь и думать. Да. Ему лишь бы думать. Проветриваться, пускай. Я говорил тебе, что у Дмитрия всегда нож. Я не знал, что Болгарин здесь, в Либер-Сити. Если бы я убил его еще тогда, их всех еще тогда. Остынь, Ник, а всему свое время. Курочка-пожорочка, успокаиваешь. А потом, бам, прихлопнись с ним, ахасасанник. Надо до тех пор, пока лучше не высовываться. Черт, Дмитрий, сначала заставал меня убить Фастина, теперь... Успокойся, Ник, а ты что, не виделись? Чувак всех на кого? Он сам себя убил. Чем выше Мартышка залезет, тем я буду уже поведеннее. Клянусь, своими руками разделать Дмитрия. Ну, так и будет. Так. Полезаем. Я поговорю с плохишом, а ты пока не высовывайся. Вызови Романа и валите отсюда. Спасибо за помощь, Джейков. Удачи, братишка. Отлично. Да, друзья. Подвиньте Романа, чтобы вести его в курс дела. Давай. Не-ка, приезжай, я перевел к рядом с Кобер Стрейд. Быстро, брат. Бля, мы на Брюсе, походу, не выполним задание, друзья. Я хотел на Брюсе повыполнять, но... Сегодня какие-то обязательные задания, и я в шоке. Я помню, сейчас там все будет гореть, а у меня вопрос. У меня на Брюсе задание исчезло, что ли, или как? Или я их смогу выполнять? Просто хочу на него поуполнять. Там, по-моему, гонка какая-то. Я хочу в гонке поучаствовать. Эу. Сейчас мы на второй острове будем переезжать, по-моему, друзья. После всех этих дел. Да, Дмитрий, конечно, козявка полная, чистая. Тоже знал, что он работает с Болгарией. Нет, я это знал. Но когда я проходил первый раз GTA IV, я сейчас нахерел. Заставил убить меня его лучшего друга, а теперь еще и... Меня хотел грохнуть, скотина тварь. Ну ладно. Ну сейчас там будет дом гореть, таксопарк будет гореть, я это помню. Или это не сейчас будет? Сейчас посмотрим. По-моему, опять в мусорке прячется, да? Вот его машина. Где он? Роман? Роман, где ты? Я здесь, я застрял, выпусти меня. Черт, дружище. Что ты там делаешь? Я испугался, нам стали звонить и сразу же вешать трубку. Ты не подходил к телефону, в чем дело? У нас была большая проблема. Дмитрий не держал слова. Ты ему так, мы покойники? В известной степени. Пока ты не приехал, все было хорошо. Все было прекрасно. А теперь вот это. Спасибо тебе. Огромное спасибо. Что сделано, то сделано. Да, но есть проблема. И посерьезней. Что? Парень, которому я должен денег, болгарин. Ну да, парень из Европы, который ждет... Да, да, так вот он здесь. Виколепно. Прости. Я разрушил твою жизнь. Не, не, не говори так. Мы сможем найти выход из положения. Я их всех пробивал. Нет, именно этого делать и не стоит. У нас нет времени на месте. А что мы можем себе позволить? Мы можем залечь на дно. И начать все сначала. Пожалуйста, давай вернемся в квартиру. Конечно, вернемся. Сейчас ты очень обрадуешься, Роман. Мы можем забрать наше барахло и свалить отсюда. И позвоним Мэлори. Наверняка она знает, где мы. Вот и тварь. Сядь давай. Да, друзья, это вообще переломная серия какая-то, реально. Привет, красотка. Ну ладно, он разговаривает. Валить из брокера. Хорошо. Музыка имба, конечно. Ну, короче, он договорился. Там квартирка у нас нарисовалась. Поэтому отлично, друзья. Хотя чё отличного? За нами охотятся русские? А это плохо. Она была прекрасна. Да, да. Опа. Что происходит? Матерь Божья, сейчас все квартира сгорит. Нахер, я должен попасть внутрь. Мне нужно взять кое-что. Брось, брат. Квартиры больше нет. Они сожгли ее, твою мать. Они сожгли ее, Ника. Да. Таксопарк тоже сожгли. Ты хоть знаешь, как бы мне пришлось ждать, чтобы получить квартиру? Только осталось идти с корабля. Все пошло по мне на перекосед. Я приехал сюда, никем. Господи, твою мать, тут все горит. У меня ничего не осталось. Ни дома, ни дела, ничего. Они отняли все. Не жаль, Роман. Мне правда жаль, но нам нужно ехать. Мы встретим Мэллори в Бохане. Она у нас осталась. И ты тоже. Столько всего хорошего для меня сделал. Так, друзья, секунду. Секунду буквально. Ребят, продолжаем. Да, мне Романа жалко, ребят, очень. То есть, первого дня на всем готовом. У меня вместе все ушли, чтобы открыть таксопарк. В конце концов, я купил одно такси. Потом, больше года таксовал. Там под столом ходил. А потом у меня появилась квартира. Ты считаешь ее полным дерьмом. Хотя, хотя какая разница. Все равно ничего не вернуть ее больше нет. Да уж, тебе есть за что извиняться. С тех пор, как ты здесь, мне разбили компьютер. Меня избили, похитили, ранили живот. Спалили мою квартиру, а потом офис. Стало у тебя появиться, и все стало чудесно. Зашевесть. Помнишь, как по пути домой решил заскочить в эти бары и обнаружил, что буквально его сравняли с землей? Осталось, что есть грунтая обломка. Все было разбито подчистую. Отключаем одной бутылки водки. Да, мы сели и распили ее прямо там. Погоди. Погоди. Я не хочу разговаривать. Сейчас мы в Америке, и нам нужно думать о моей теперешней жизни. Секунду. Продолжаем. Отвлекает меня, друзья. Как дела? Нет, в смысле? Да я не плакал, это всего лишь аллергия. У нас Ника новодеколон. Да, видимо, придется произвести впечатление на Мишель. Мы идем к твоему таверному брату, а? Окей, скоро увидимся, крошка. Это был сон, всего лишь сон. Сейчас я не могу позволить себе у таверны. Не, не на что и купить. Я же тебе говорю, у тебя есть Мэлори. Так, такое, какое она заслужила. Теперь у меня ничего нет. Ну, будет тебе, Рома. Соберись, бывало и похуже. Давай, больше пожитила. По крайней мере, убить тебя не хотят меня, а не тебя. Не думаю, что они будут просто разбираться, Ника. Один мертвый велик, вряд ли, тогда не займется следующим. Хотя мне плевать, мы оба пали в эту передагу, обоим могут путаться. Ладно. Бля, вот, Роман, все началось с того, что ты начал играть в казино и сливать деньги. Поэтому ты виноват, а не я. Все решено на этом. Да, еще хуже гадюшник, мне кажется. Не так уж и плохо. В смысле, конечно, я не думаю, что мы будем очаровывать девушек этим гнездышком. Но... Да, прекрасно. Да ладно, что не так? Что не так? Что не так? С чего бы мне начать? Ладно, начнем с тебя. Что с тобой не так? 15 минут назад ты трясешься от страха, не зная, что происходит. Теперь же, узнав, что мы полщик в дерьме и что надо собираться убить, ты почему-то доволен? Не поднимаю тебя. Наверное, я твист. Ты идиот, Роман. Все равно в брокере мне было скучно. Я рад, что ты объявился и вынудил русских сжечь мой дом. Ах, да, спасибо, Ника. Пламенная мерси. Так лучше? Гораздо. Слава богу, вы живы. Оба. Мы полной задницы. Мы на милее в бегах. Да и чего, Ника, я местная. Я знаю кучу людей, которые могли бы нам помочь. Почему бы тебе потом не встретиться со мной в культурном центре? Мне нужно идти работать. Пока, папочка. Кстати, прими-ка, душа, тебя воняет мужиком. Да, короче, Роман уже с Мэлори встречается, друзья. Что ж, пожалуй, начнем сначала? Конечно. Я пошел. Да. Ну, как-то так, друзья. Теперь и думай головой. Вот и думай головой. А, кстати, на брюще не исчезла. Пройдите уровень Роман с Сороу. Сороу. Что? Так, теперь раз квартира в Боханю. Это Мэлори у нас получается, да? А Мэнни? Кто это, блядь? Ну, поехали к Брюсе, друзья. Я хочу на Брюсе миссию выполнить. Сегодня выполним миссию на Брюсе последней. Я уже буду кончать. Да, конечно, сожгли хату нашу с тараканами. Ну, ладно. Все, Брюсе, давай, погнали. Погнали. Все это, конечно, тяжело, но будем выпутываться из задницы, друзья. А пока что погнали к Брюсе, он мне заплатит. Заплатить должен хорошо. Он хоть и тупой, но деньги у него есть. 31, 32, 33, 35. Тут кое-что... Я занимаюсь. 36, 37. Он один пропустил. Привет, Брюсе. Ника, секунду. 40. Почему ты не сказал мне, что это Ника, а? Да, мужик. Женщины. Мужик. Женщины. Что? Покажи он... Покажи он фрик. Да, мужик. Я в твоем распоряжении. Я готов, Ники. Я готов ко всему. Ах, твою мать. В предпорядке ты любишь немного взвинченное. Да, прости. Видать, если немного перекачал. От этого немного тупее. Ну да, ты сенсированный, тупорылый акул, Амига. Заказал его через интернет из Чили. От него чувствую себя настоящим. С отцом. Ты поосторожней с этим, мужик. Я слыхал, что ты столько делал забавные вещи с твоим членом. Эй, хочешь сказать, у меня забавный член? Не, как-то об этом не думал. Ты послал мне сообщение. Тебе что-то нужно? Мне нужна твоя помощь. Я с ума схожу? Стоп. Чувак, да я просто прикалываюсь. В общем, слушай, ты отлично со всем справился. Я тебе благодарна куче народа. Короче, смотри, у этого парня, Лайла, есть тачка, которую стоит угнать. Можешь достать её? Он оставил её на аллее в конце её курта на меню. Если заплатишь так же, как в прошлый раз, я отправляю. Да, конечно. Нет, всё проще просто. Парень на репе, понимаешь? Ладно, тогда я пойду займусь этим. Да, уже надо сваливать от этого ненормального чувачка. Погнали нахер от него. После таких тяжёлых миссий, ребят, три тяжёлые миссии подряд, идёт вот такая фриковая миссия. Ну ладно. Слезай давай, пошёл нахер. Кстати, по идее, я сейчас по сюжету должен быть на другом острове, да, на вот этом вот огрызке. Но, поехал я, короче, к этому Брюсию. Видимо, русские пока что не знают, что я жив, поэтому не охотятся за мной. Ах уж эти русские. Один русский, чёрный мальчик, заработал капитальчик и пустил капусту в оборот. Ой, как-то так, друзья. Ноганчик раздувается. Бля, я мог там сократить, но ладно. Мы же, ребят, по правилам ездим, правильно? Только правильное вождение, друзья. Я вот придерживаюсь ПДД. Всегда придерживаюсь. ПДД, ДТП и так далее. Ладно, всё, поехали дальше. Всё, ребят, подъезжаем. Зайти за угол и найдите машину. Вот она. Зачем за угол заходить? В принципе, неплохая. Уракул. Никаких подвохов, Брюсси? Походу, от этих препаратов у тебя башка совсем отказала. Они пытаются угнать тачку Лайла. Да Лайла уже нет в живых, алё, чувачки. Это не твоя машина. И... Ах, вы суки, попали по мне. Не понял. Они живые у тех кто? Я думал... А чё не так много ХП, алё, алё, алё. А, ну похер, там просто водила остался. А мне бы патрончик купить, но... После серии сам этим займусь. Зачем эфирное время тратить? А ты же сдох, тварь! А, там ещё одна тачка. Так. Да идите нахер, твари. Ой! На нахер. А, серьёзно? Нахереть. Едем дальше. Отлично, ребят, в принципе, язычная миссия. Брюсси попросил меня подогнать её сюда, тебе повезло, что она так хорошо выглядит. Единственное, что выглядит хорошо по мнению, Брюсси, это отражение в зеркале. Спасибо. Спасибо. Эм... Что? Э, тупой, вы... Выйди. А, фу... Я скипнул-ка сцену, фу, ребят. Три с половиной тысячи! Три с половиной тысячи! Да, да, сбивай меня, чувак. Охереть. Машина в твоём гараже, это было непросто. Меня поджидали. Чёрт, чувак, если бы я знал, что всё будет так, я бы сам за ним поехал. Никто не смеет залупаться на Брюсе. Походу, ты весьма крут. Ты сделал это, парень. Круто в красной отмилу ещё твоих. Я тебе подогнал крутые диски. Вращающиеся, просто чума. Давай, как мы погоняем, потусуемся, лады, да? Спасибо, дружище. Ага. Так, стой, таксисты, довези меня куда-нибудь. Я довезу тебя до дома. Всё ради акта полового. Всё, погнали. Плачу за всех, пацаны, у меня денег куча просто. Я долларовый... Ладно, рублёвый миллионер. Чё? То есть, буква Z это позвать таксиста? Чё, малыш Джейкоб? Тьфу, Дмитрий собачий сын. Как он нас застал? А ты беспощадно водишь, братан. Береги себя, не пропадай. Согласен? Он сукин сын. Так, бро, что там у тебя броня? А сколько стоит пополнить? Пятьсот долларов. Пожалуй, обойдусь. Так. Докупим, пожалуй. У меня денег куча. Лишними не будут патроны. Так, дальше идём. Обязательно покупаем этот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Всё, блин, свой гонорар почти весь потратил. У меня ещё вот эти три с пляжа, блин. Нет продажи. Нихера нет продажи. А это... Опа, Дмитрий. Белик, мы обыскали склад, но не нашли там твоего трупа. Мы с мистером Болгариным очень разочарованы. Дмитрий, я честно на тебя работал. Почему ты меня предал? Разве в этой клавке можно выжить с такими друзьями, как ты? С такими долбоёбами. Вспомни, сколько у тебя было врагов. Ты ограбил Болгарина, убил Михаила. Ты не знаешь, что такое честная работа. Ты знаешь, почему мне пришлось убить Фалсона? Я этого не хотел. Я найду тебя, Ника. Я прогнал тебя с твоим братом из Холвич. Я выкурю тебя из любой норы, где бы ты сейчас ни прятался. Пока, Ника. Тварь, блядь, такая тварь просто. Ладно, друзья, оружие мы закупились. На этом буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующей серии мы продолжим работать на Брюсе. Кстати, миссия появилась. Но продолжим мы... Ну, сейчас я пойду сохранюсь, соответственно. На такси доеду туда, сохранюсь. Потом в следующей серии мы доедем на Брюсе. Я всё вне видео сделаю. Короче, когда буду возле его миссии, вам начну записывать. Короче, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте, ставьте колокольчики. Всем удачи и всем пока-пока.